Это уже позади. Я не терплю, когда вокруг меня мои соотечественники бедствуют, у них не хватает еды, у них нету кров, крыша над головой. Всё, что нужно, человеку они не достают. Вот это я не могу терпеть, поэтому я стремлюсь, чтобы вокруг меня были одни только счастливые, здоровые, очень весёлые люди. Поэтому я для них уже снимаю площадь, для того, чтобы они работали, моя команда, 1200 квадратных метров. И там всё, чтобы вести свой бизнес, всё есть. Так что в скором времени, я думаю, что скоро будет такая империя, империя Феникс в Монголии, которые ни от чего не зависит и сами по себе живут и радуются. Так, я не понял, это у вас офис 1200 квадратных метров? Офис 1200 квадратных метров? Целое здание. У нас в Москве, у меня офис 120 квадратных метров. Мы к архии все ходим такие важные, а тут тысяча. Крупных команд, для каждой команды есть своя комната, для всех лидеров, у которых хорошие ранги, тоже отдельные комнаты, а и две-три, вот такие легционные залы, которые оснащены всеми последними техниками. Добрый день, Мергарина Зульфия. Что даёт Феникс? Конечно, Феникс даёт абсолютно любому человеку все три вещи, о которых я когда-то мечтала. Но здоровье-то понятно, мы с нашей продукцией-то имеем. А финансовое благополучие, это вот то, что мне нравится. Каждый зарабатывает столько, сколько он сам себе установил планочку. Хочешь мало, пожалуйста, хочешь много, пожалуйста. То есть нет ограничений, нет ограничений в заработках. И третий, очень важный для меня момент, ради чего я вообще пришла в маркетинговую систему, это свобода жизни. Потому что для меня свобода жизни, это самое главное. Я сама, я люблю жить так, чтобы я сама планировала, когда работать, с кем работать, сколько зарабатывать, сколько устанавливать и так далее. То есть вот эта свобода жизни для меня, наверное, это самое главное. Потому что в то время я много работала на государственной работе, я знаю, что такое подчиняться начальникам, и поэтому больше я этого не хотела. Конечно, жизнь меняется полностью. Квалификация бриллиант-трекорат... Колечка, чуть пониже. Квалификация трекорат, конечно, это хорошая ступень, но это только, как, скажем, это трамплин, только начало. Мне что нравится, что в Лидике, в общем-то, все только начинается. Потому что заработки здесь намного выше, чем это было вообще в другой компании предыдущей, которая была, или вообще на государстве. То есть о заработках, конечно, слава богу, голова уже не болит, этого дела хватает. В плане того, что меняется, меняется очень много что. Самое приятное, когда твои люди в твоей команде, когда ты видишь, как меняется их жизнь, вот это, наверное, самое приятное. Когда ты видишь, когда человек пришел, допустим, с определенными проблемами, мало ли там, финансовыми или по здоровью, и когда ты видишь, когда этот человек через месяц, через два, через полгода совершенно меняется в плане здоровья, в плане морального, в плане уверенности. И когда ты наблюдаешь и видишь, вот это, наверное, очень приятно. Потому что знаешь, что ты можешь помочь не одному человеку, а многим при этом. И твой труд не идет напрасно. И когда подходят партнеры и благодарят, вот, наверное, это очень важно. И еще для чего нужны вообще заработки? Конечно, это обязательно делать благотворительность. Потому что это то святое дело, как говорится, которое всегда отплатится добром. Поэтому благотворительность – это очень важная часть, ради которой действительно стоит зарабатывать, чтобы большему количеству помочь. И, естественно, так как меняется жизнь партнеров, меняется твоя жизнь, от этого и моральное удовлетворение, от этого и вот этот самый комфорт жизненный, ради которого вообще стоит строить здесь карьеру и идти вперед. Поэтому бриллиант-рикарат – это прекрасная квалификация, но это только начало. Чего и вам желаю. Добрый день, дорогие партнеры и гости. Я Галина Бальсеня из Вильнюса. Я тоже сегодня стою на ступеньке бриллианта и карата. Это как бы стартовый, стартовый шаг. Следующая ступень – пять карат. И к этому мы идем. У меня вообще четыре с половиной. Что мне дает? Три карата – это свобода. Это полная свобода. И вы, наверное, все знаете, что давать – это больше, чем брать. Вот когда ты можешь давать, ты получаешь такую благодать свыше, на тебя золото сыпется. И вот я сейчас стою, у меня эмоции. Когда тебя благодарят люди. Тебя сразу берет дрожь, идет такой золотой свет и идут слезы. Это большое счастье. Это самое-самое радостное чувство – получить благодать. И вот в этой компании я это могу делать. У каждого из нас много родственников, много друзей, близких друзей. Мы живем в такое время, сами знаете, времена перемен. Все меняется очень близко, очень быстро. И вот чтобы помочь ближнему, мы должны работать. Мы им должны давать удочку, ловить рыбку. Мы им не должны давать какие-то подачки. Вот даем и объясняем. Если только даем, это не работает. Любите ближнего, любите себя, путешествуйте. Этот ранг дает большую-большую свободу. Но надо стремиться к высшему. Надо стремиться к амбассадору. И у всех, кто верит в компания, кто верит в продукту, кто верит в партнеру, у всех это будет. Кто вчера был на большом мероприятии, вы все видели, как мощно и быстро развивается компания. Компания идет огромными шагами. У нас руководство милейшее и добрейшее. Таких людей редко встречишь по этой жизни. И вот мы все, мы все были в Китае. В этом году первый раз нас пригласили в Китае в санаторий. Да, да, в прошлом. Да, это называется лагерь Яншен. Нас было 14 человек, а китайцев в высоких рангах, президенты, вице-президенты, руководители, было 17 человек. Был сын, Аделья говорит 20, она больше просчитала. Были лучшие массажисты. И вы знаете, это такое чувство, тебя принимают лучше, чем президента. Тебя любят, ты нужен. Дорогие мои, верьте в компанию. Идите вверх, помогайте людям. Даже, наверное, не материальное главное, хотя это большая свобода. Главное помочь ближнему и идти вперед. Спасибо большое. Но не забудьте сначала помочь себе, прежде всего. Добрый день. Это Валерия из Вильнюса. Я, конечно, два года только в этой компании, но в сетевом индустрии уже 17 лет. Я очень ценю эту профессию. И, конечно, мне хочется, почему я здесь опять пришла в таком возрасте. Я хочу свои знания и то, что своим достижением доказать людям и помочь людям. И, конечно, самое главное, доказать себе, что я могу. И у меня есть в данном моменте, конечно, миссия. Я эту материю прожила. Мне уже хочется теперь дематериализации. Она уже началась. Имейте в виду. Это мне очень нравится, что здесь эта компания, это духовная компания. Поймите. И самое главное, мы все очень молодые люди духовно. Нам надо развиваться. Вот это самая-самая небольшая цель. И за это я могу отдать все, всю свою жизнь. И, конечно, поэтому прежде 4 года я открыла предприятию по знанию. Моё предприятие называется «Правая и левая» или «Аристера Дексия». Это работа с двух полушарий. С умом и, конечно, духом. И только работаю, конечно, с разными лекторами. Но один лектор тот, который могут и вам прочитать лекцию даров. Я дарю Литвой очень много лекций. Потом мы знаем, на какой уровень наше поколение. Вот это, как наши семьи развиваются. Мне это очень важно. И за это потом все болезни, недостачи и так далее, и так далее. Вот за этим я очень много работаю. Галина тоже знает. Я даже свою всю структуру готовлю к этому. И они уже к этому идут. Спасибо за внимание. Это моя акция. Партнеры в ранге «Бриллиант 5 карат». У нас такие есть. Попрошу на сцену. Миргалеев Тазбулат. Кореньева Татьяна. Андреева Светлана. Вы меня, конечно, простите. Какая ваша самая главная, ближайшая цель на ближайший год? Вот год начался. Годовщину мы вчера отметили. Цель, главная, мощная цель на ближайший год. Таня Откоренева. Ближайший год – это «Бриллиант 7 карат». Я очень хотела вам рассказать историю, о которой мы недавно совершенно вспомнили. Можно не так рано. С дочерью, знаете, когда мы жили в Курске, и вот это была действительно такая показательная история, когда мы думали, в какой баночке купить сметану. Да, Надюш? Помнишь? В майонезной? Или все-таки как-то умудриться рассчитать деньги на пол-литровую? Понимаете, вот этот бизнес – это как трамплин, с которого не упадешь. Вот если вы сегодня сделаете выбор, гости дорогие, вы с этого трамплина никогда не упадете. Кто-то очень быстро подъедет к этой черте, с которой начнется прыжок, но он будет вот такой. Он не будет вот такой. Он будет только вверх. Кто-то может быть медленнее, но это не важно. Кому-то понадобится месяц, кому-то год, кому-то два года. Вы поймите, работая на работе, за 40, за 50 лет, сколько бы вы ей не отдали, этого трамплина не будет никогда. Поэтому сегодня ваш выбор. У вас будет все. Вот мы сегодня не думаем о деньгах. Мы сегодня не думаем, как поправить здоровье, потому что это все есть. Мы думаем уже о совсем других целях, о которых говорил Юфей. Создать империю здоровья по всему миру. И если у нас с вами открытые сердца, если у нас сострадательные сердца, у вас все будет. И у нас все будет. Не молчите. Как у нас в Курске говорят, рот без крышки становится. Когда ты свой результат получил, ты не можешь молчать. Это как ворона на ветке. Так вот, если у нас будет вот это состояние, рот без крышки, ребята, весь мир будет здоров, счастлив, богат. Нам незачем будет воевать друг с другом. У нас будут все качества благодетствия, все качества процветания. Да здравствует империя ФОХО. Вот так. Так, следующий. Мои ближайшие цели на следующий год, я не знаю, может кому-то это покажется странным, но я хочу, я буду работать над тем, чтобы у меня на шестом и седьмом месте случилось два сапфира, обязательно. И чтобы у меня закрылось четыре алмаза на других местах. Почему я это говорю? Я хочу вам дать маленькую рекомендацию. Дело в том, что чем мы здесь занимаемся? Да, у нас много денег. Но мы хотим, чтобы это было постоянно. И не зависело от нас, когда это будет. Когда в нашей команде будут бриллиантовые партнеры. Нам нужно сделать все, чтобы они были успешными. И тогда мы с вами долгие-долгие годы будем счастливы. Мы будем иметь много свободного времени. Мы будем иметь все. А самое главное, что у нас будет все больше и больше бриллиантов в нашей структуре. Я просто хочу рассказать одну маленькую историю. Я работала на Севере 13 лет. И действительно, за эти 13 лет у меня сложилось какое-то такое вот хорошее, скажем, накопление хорошее. И 95-й год. И за одну ночь эти накопления превратились в ничто. Скажите, пожалуйста, есть в зале люди, которые работали много, но вдруг вот так случилось, они уволились. А они работали много, они были бизнесменами, но вдруг так случилось, какой-то кризис, крах. Были такие люди? И за душой ничего. И все нужно начинать сначала. Поэтому наша хорошая жизнь – это наши бриллианты в наших структурах способные, профессиональные. Я желаю вам этого. Поэтому примите для себя профессионализм и передайте это людям. И вы будете богаты на 100%. Вот Света человек. Для меня она является эталоном. Она живет в Хабаровске, и я за ней наблюдаю, за ее бизнесом и стремлюсь. Вот человек. Бриллианты у нее, понимаешь ли, перед глазами. У самой партнера в рамке бриллиантов 7 карат. Мало ей этого. Мало, понимаете ли? Света мало держит. Рад вас видеть. Вчера действительно у нас был великолепный день, большой праздник компании. И дело в том, что было очень много признаний. И мы тоже, как у всех своих супруг, получили признание. Важно это как миссии любви, да, обручали. Вот и я хочу сказать о нашей корпорации, о корпорации «Феникс». Действительно, корпорация «Феникс» – огромные миссии. Как у вас сегодня говорила, Татьяна Коренева, миссии добра, любви. Чтобы именно компания, действительно, есть такое выражение, да, как назовешь корабль, таким образом, естественно, будет судьба корабля, да, так она поклывет, правильно? Вы знаете, по легенде, «Феникс» будет жить 500 лет, правильно? И корпорация, и потом вновь возродится, совершенно верно, да, заберешь человек плохой, то, что сгорает во вселенной магии и вновь возродится. Естественно, но «Феникс» – это не руководство компании. «Феникс» – это мы все сидящие в сале, правильно? И мы, каждый из нас сидящий в сале, не надо говорить, что сделал для меня компания. Надо сказать, а что я сделал для компании, для корпорации «Феникс». А что я сделал для того, чтобы люди были счастливы, жили богато, были здоровы, и какую частицу мы, какую летку мы вносим в мир. Знаете, вот в моей жизни повезло, у меня есть очень настальник по жизни. Это мой старший брат. Я очень рад, потому что он приехал на праздник, вот сюда сидит на первом ряду. Вы можете поаплодировать ему. Это человек, который всегда в своей поведении, в своей жизни ведет меня. Вот именно благодаря этому человеку я стал успешным. Вначале я был очень закомплицован, очень стеснительным человеком. Мне даже было очень сложно подойти к людям, спросить, сколько времени. Он говорит, когда мне призвали в армии, показывал руки холодного контакта. Он тогда еще не знал, что это значит, холодный контакт. Говорит, подойди к этому человеку, спросить, сколько времени. Но знаете, когда человеку страшно, он ищет оправдание. Я говорю, знаешь, у нас достаточно времени, зачем спрашивать и так далее. Вот по-наю, говорит, к основному, говорит, нет, подойди к этому человеку спросить время и так далее. И потом в конце он сказал, что ему надоело услышать мое оправдание. Он сказал, что если ты подаришь к этому человеку спросить время, может, тебе это поможете, не даст. И знаете, вот эта фраза мне помогала по жизни идти. И вот однажды он сказал, вот недавно, вот несколько лет назад, мы родом Саратовской области, земляки, да, в Саратовской области сидят. Он был на похоронах своих одноклассников, одноклассников, да, по-моему, да? Одноклассник, одноклассник умер, он был пригласен на похороны. И он рассказывал, знаете, насколько люди духовно обнищали, даже не могут именно молитву прочитать, чтобы человек похоронить, как так надо, да? Просто как-то, и он в Казахстане пригласил священного человека, чтобы прочитал молитву и так далее. И тогда мне зародилась мысль, а почему именно сделать так, чтобы именно люди духовно были богаты? Вот люди бедны из-за того, что именно нет поддержки Всевышнего, согласитесь, правильно? Вот, и мы вот со своей супругой в прошлом году тоже оказывали помощь именно в оказании строительства мечети в Казахстане, в Талматинской области. И вот оказали помощь на моей родине, вот построили тоже мечеть. И тогда вот нам обращаются, мы именно с церкви обращаются, мы только оказываем, хотя мы ее мусульмане. И чтобы именно мои слова не остались как-то делами, вчера якобы сделал призыв, да, чтобы каждый из вас внес в свою лепту, да, давайте мы воспользуемся. И как бы сделаем добрый почин, я хотел пригласить сюда мою супругу, Зофию. И мы хотим, как корпорация Феникс, благотворительный фонд надежды, вы знаете, да, значит, корпорация именно опекает этот детский дом, правильно? И так как мы едины с компанией, мы все являемся Фениксом, правильно? Мы должны носить свою лепту. И для начала мы хотим именно со своей супругу передать детскому дому... Бриллиант 7 карат Каухман Алла. И бриллиант 7 карат Федорова Марта. От себя хочу сказать, стоило три с половиной года поработать для того, чтобы вот постоять на сцене с этими людьми. Девчонки. Я никаких вопросов вам задавать не буду, потому что вы все сами знаете, все сами умеете, не мне вам указывать. Собственно говоря, передаю слово, пожалуйста, Федору Марта. Добрый день, дорогие партнеры. Я вас очень сердцем люблю. Я очень счастлива, что я сегодня стою на этой сцене. Немножко истории. Я простой российский врач. Много лет отработала в медицине, 35 лет. Из них 15 лет на Чукотке. В качестве главного врача. Как я говорила, виземского врача. Вы знаете, мне казалось, что я прошла все одни годы. Большой опыт был за плечами. И когда закончилась моя трудовая деятельность, осталось одно. Остался букет некий и пенсия 3500. Знаете почему? Потому что я на Чукотке не доработала 2,5 месяца. И, конечно, передо мной стоял вопрос, а как же жить дальше? Что делать в этой жизни? Я хочу сказать, что моя жизнь началась после 60-ти. Началась прекрасная, сказочная, волшебная сказка. То, во что трудно поверить. Иногда я себя щипаю и спрашиваю, а может быть это не с тобой, Марта, происходит? Может быть это с кем-то? Потому что это действительно чудо. Это чудо, которое преобразило мою жизнь. И знаете почему? Только потому, что 3,5 года назад я взяла в свои собственные руки ответственность за свое здоровье. За здоровье своей семьи. Я взяла ответственность за жизнь своих детей. Сегодня я могу обучать свою дочь за рубежом. Сегодня я тоже омного мечтаю. И я тоже мечтаю стать амбассадором. Но чтобы стать амбассадором, для этого я должна помочь людям в своей структуре двум. Стать бриллиантами 7 карат. И вот уже сейчас, на этот год, я наметила такого человека. Я постараюсь этому человеку помочь. Это кавалинка Таня. Таня, ты слышишь меня? Я постараюсь тебе помочь сделать эту квалификацию. Я не говорю уже о других квалификациях. Таням повезло тебе. Да, Таня, это ты. И еще я хочу сказать. Я очень счастливый человек. Знаете почему? Потому что со мной моя семья. Сегодня со мной обе мои дочери, две сестры и два брата. И все мы, вот наша большая семья, все мы влились в нашу любимую компальную семью. Поэтому, конечно же, я счастлива. Я очень рада, что я с вами сегодня, мои дорогие. Я вас всех очень люблю. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья. Рада вас приветствовать в этом зале. И я в этой компании получила все то, о чем так смутно мечтала, собственно, с малых лет. И я всегда была очень... Стремилась к моральной и материальной независимости. Мне всегда это нравилось. И я с большим трудом всегда принимала материальную помощь. Вот подарки, пожалуйста. Я из своих партнеров учу. Дают, бери. Компания предлагает вам премию автомобиль. Почему бы вам не получить эту премию? Компания дает премию яхта. Разве она вам не нужна? Это нормально. Это очень хорошие, заслуженные подарки. Но с протянутой рукой, не займешь ли ты мне денег, не поможешь ли ты мне материально, вот это для меня просто было невыносимо. И мне гораздо больше нравится самой делать подарки. И вот сейчас, конечно, безусловно, я в своей семье выполняю две должности, как бы исполняю. Первая должность, это я главврач в своей семье. То есть со всеми проблемами, не только мои непосредственные близкие, дочка, зять, внук, но и родственники обращаются только ко мне. Потому что они знают, что все, кто обращается ко мне, все обязательно становятся здоровы. Я переплюнула Минздрав России в этом плане. Это мне очень нравится. А второе, конечно, я стала в результате финансовым директором в семье. Вот вы понимаете, мне в следующем году, вот такой юбилейный для меня год, мне будет 60 лет. Вот такой замечательный директор. И у меня очень хорошие цели к этому году. Стать еще лучше выглядеть, еще грамотнее и массирование, применяя продукцию Феникс, помолодеть еще лет на пять. И показать не только семье, но всем, что 60 лет это очень красивый, очень гибкий, очень замечательный возраст, когда вполне и женский шарм, и великолепные возможности. Все хотите катайтесь на горных лыжах, хотите играйте в теннис. Мои дорогие девочки 60-летние, у нас все только начинается. Там подумаем еще насчет 100, но 60 это детский возраст. И у меня действительно такая цель, всем милым дамам нашего возраста показать, девочки, у нас все впереди. Вы точно убедитесь, а я постараюсь быть одним из примеров, потому что примеров в компании очень много. Ну и, конечно, вы представляете, не только внешний вид, но и финансовые возможности поражают всю нашу семью. Ну, прежде всего, нашу семью, куда бы им не надо было.